Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи. Илья Гадаскин, алгоритмическая торговля. Илья, трейдер из Воронежа, управляющий директор компании Финстрит, обладатель Кубка Eutrade TV, лучший управляющий активами 2016 года, уже с нами. Илья, добрый день! Добрый день, всем привет! Добрый день, Игорь! Добрый день, коллеги! Вам слово, мы все внимание! Сегодня я подниму такую тему, недавно она всплыла в интернете, о том, являются ли биржевые трейдеры такими паразитами в народном хозяйстве. И вообще, зачем нужна биржа? Иронически эта тема появляется в интернете, и ее так раскручивают, а мусоривают, но потом она взбухает. И я как-то вспоминаю, что в 2015 году на конференции Ларри Вильямса, когда я присутствовал, там был один из директоров какой-то секции московской биржи. И он сказал, знаете, что его спустя 20 лет опять все равно спрашивают, зачем они нужны, зачем нужна биржа. И я к тому, что этот вопрос всплывает как на больших верхах, то есть они общаются и с регулятором, и с правительством. Ну и также на бытовом уровне, то есть когда кто-нибудь из родственников и ближайшего окружения не понимает, чем занимается человек, который занимается на спредниках. Так вот, сегодня пройдусь по этой теме, расскажу свое мнение, и довольно часто апеллируют в этом мнении к одному из американских авторов, который написал книгу про он-средневной трейдинг, что-то связанное с технологией. Я, к сожалению, забыл его фамилию, и он в качестве аргумента о пользе и говорил только о том, что фондовая биржа, то, чем он занимается, торгует акциями, это хорошо, потому что у него чистый бизнес, он платит налоги, и полицейские получают зарплаты. В общем, все хорошо, потому что чистый бизнес. И он молодец, потому что платит налоги. Но аргумент какой-то такой, ну, не особо серьезный. Главный аргумент тех людей, которые критикуют, ну, те, которые по-примитивней высказывают свою критику, они сравнивают с казино, а те, которые там дальше идут, они сравнивают реальный сектор экономики с фондовым рынком. Вот, мол, тут вот завод, люди работают, трудятся, производят какую-то продукцию, а финансовый сектор, ну, непонятно что. И вот я расскажу о связи биржи с реальным сектором, и для чего она нужна, в чем польза. Дело в том, что сами предприятия на фондовом рынке могут кредитоваться, и не кредитоваться, просто получать деньги, те самые, которые нужны для того, чтобы открывать новые предприятия, платить за продукт рабочим, покупать сырье для производства, инвестировать деньги в новые проекты, с помощью выпуска акций, это, ну, самое простое, можно, может приобретать, и также предприятие может получать деньги с фондового рынка с помощью облигаций, причем гораздо выгоднее, чем банковский кредит. Далеко не всегда банк дает кредит на таких условиях, на которых можно выпустить облигацию, потому как, когда какое-то предприятие выпускает облигации на фондовый рынок, то, занимая какую-то сумму, например, миллиард рублей, оно должно, и выпускает облигаций на фондовый рынок, то оно должно, по сути, выплачивать только проценты по своим облигациям, купоны, а основной долг выплачивается в конце, в отличие от обычного кредита, когда тело кредита вместе с процентами выплачивается каждый месяц. Вот, более того, облигации можно выпускать и перевыпускать. А, соответственно, чтобы на рынке были деньги, для того, чтобы предприятие могло в любой момент занять, ну, в случае с акциями не занять, а просто подать акции и получить деньги, в случае с облигацией выпустить их, для этого на рынке должна постоянно присутствовать ликвидность, то есть на рынке постоянно должны обращаться деньги. Чтобы они обращались, с другой стороны должны быть люди, которые на них зарабатывали. Если мы говорим о фондовой секции, то на фондовой секции присутствуют такие инструменты, как индексы. То есть индекс все время растет, независимо от акции, из-за природы того, как природы самого индекса. То есть, например, если мы посмотрим на индекс S&P 500, очень многие акции с 70-х годов из него выпали, и конкретно компании, которые в нем присутствуют, могут разоряться. Но сам индекс растет, и это привлекает людей на рынок. Ну, это я говорю о технике, но смысл в том, что должны быть обязательно success stories, о том, что на рынке можно зарабатывать деньги. То есть, с одной стороны, предприятия из реального сектора, а с другой стороны, успешные управляющие, которые зарабатывают деньги и зарабатывают деньги на рынке. И в общем, фондовой секции она касается акций-облигаций. А срочная секция рынка, в которой торгуются фьючерсами, она вроде как кажется немножко другой. Там нет прямой связи с предприятием и акциями. То есть, между прямым поступлением денег и предприятием, там торгуются производные инструменты. Но на срочном рынке предприятие, во-первых, может застраховать свои риски. То есть, если какому-то заводу нужно купить, скажем, сырья в виде металла или какого-либо другого сырья, нефти, чего-нибудь подобного, то, скажем, вот это вот сырье, оно должно быть у предприятия не сейчас, а через год. И предприятие может беспокоиться о том, что цена на это сырье сильно вырастет или сильно упадет. Для того, чтобы зафиксировать ее цену для себя в моменте, предприятие может выделить сумму денег, не 100% денег под это сырье, а только 15-20%. И, соответственно, зафиксировав для себя цену на сырье сегодня, оно знает, что поставка через год будет ровно в новом днем и по той цене, которая оговорена в момент заключения сделки. Будет поставлен, обязательно будет поставлен сантертизированный товар, который нужен предприятию. И самое главное в том, что оно не обязано выкладывать для этого всю сумму, так как деньги послужат ему для того, чтобы выплачивать зарплату рабочим, работать и нормально существовать, при том, что он застраховал риски. В России это очень актуальная тема была с долларом. То есть можно было застраховать риски от повышения доллара, при том, что не нужно вытаскивать всю сумму, скажем, у кого-то есть платеж на миллион долларов, который будет в декабре, и вместо того, чтобы покупать сейчас и выкладывать 60 миллионов рублей за то, чтобы захеджировать этот риск, можно купить миллион долларов за гораздо уменьшую сумму денег, за 10-15 миллионов рублей, при этом не затрагивая всю сумму. И если вдруг доллар пойдет вверх, то все будет компенсировано. Также срочная секция, на ней торгуются и фичерсы на индексы, и фичерсы на акции. В чем тут взаимосвязь с реальным сектором? Смотрите, когда какая-то компания, управляющая, покупает акции и акции голубых фишек, и вообще в целом собирает какой-то портфель в виде индекса, то деньги идут в предприятия. То есть, ну, конечно, не напрямую, мы имеем в виду, они пойдут напрямую только до IPO, но главное в том, что для того, чтобы была компания на всех акциях и облигации, покупает акции, и для того, чтобы риски были застрахованы, другой рукой можно купить или зашортить фьючерсы на эти акции, используя 15-20% агрокативного обеспечения. Или, например, компания может иметь огромный портфель из акций компаний, множество компаний на фондовом рынке, и для того, чтобы эти деньги застраховать, она может другой рукой на срочном рынке за меньшую сумму, скажем, зашортить фьючерс на индекс РТС. И так происходит связь, так происходит связь перетока денег с реального рынка к реальному сектору. И на срочном рынке, как и у других, есть такой сумм. С одной стороны, ты имеешь хеджеров, то есть те предприятия, которые хотят застраховать риски, а с другой стороны, спекулянты, которые хотят заработать. И хеджеры, с одной стороны, могут за небольшой процент от суммы застраховать все свои риски, не вынимая деньги из-за ворота, язычею повторяюсь, 10 раз, но это важно. А с другой стороны, спекулянтов, так как им должно быть интересно в том, что если они правильно прогнозируют рынок, у них правильные торговые системы, то есть если они успешны, то они могут заработать гораздо больше, так как они на очень льготных условиях срочного рынка могут купить в несколько раз больше объем, чем у них есть, увеличить свой оборот за очень низкую комиссию. Потому как, скажем, комиссии на рынке акций, они гораздо выше, чем комиссии на срочном рынке. И вот так вот взаимодействует этот механизм. И, соответственно, для того, чтобы на срочном рынке хеджировать свои риски, размещать свои деньги и хеджировать столько рисков, сколько они хотят по валюте, или покупать столько сырья, сколько им надо, для этого, с другой стороны, должна быть целая армия инвесторов, управляющих компанией, финансовых компаний, банков, которые присутствуют на этом рынке и хотят на нем заработать. И этот баланс соблюдает, чтобы деньги могли перетекать в предприятия, которые действительно могли не только фондироваться, но и страховать риски на бирже. Для того, чтобы спекулянтов было там больше, для этого нужны успешные истории. То есть нужны компании, которые зарабатывали и зарабатывали на рынке, и зарабатывали большие проценты, чтобы людей, чтобы было всем новым участникам, чтобы было интересно заниматься фондом рынка, чтобы ликвидность не попадала. И дальше можно перейти к философскому вопросу. Я просто кратенько скажу, не буду углубляться. Дело в том, что механизм перераспределения, который есть на бирже, который действует естественным путем, то есть, например, если у компании плохие дела, то у них высокие ставки по облигации, и, соответственно, в нее вкладывают рискованно, и она привлекает более высокие ставки. А компанию, которая имеет более надежную финансовую ситуацию, у нее более низкие ставки. Этот естественный механизм, он так или иначе перераспределяет деньги. И философский вопрос заключается в том, что этот механизм, который есть в биржевой, он наиболее эффективно перераспределяет деньги туда, где они нужны. То есть экономика, в которую деньги перетекают таким вот образом, она работает более эффективно, чем плановая экономика. А с другой стороны, есть те, кто считает, что нет, нифига. Плановая экономика, она в этом плане, она, извините за зеркологию, более эффективна, когда ты железной рукой, берешь деньги, и у тебя нет никаких рыжечных механизмов, которые оставляют каких-то спекулянтов куда-то смотреть, какие-то деньги естественным образом куда-то переретекать. Берешь и просто засовываешь деньги в ту обществе, которую надо, ему нужно тебе построить, и дороги строишь, и железные дороги. Но эту тему развивать не будем, она бесконечна. О чем тут дальше я хотел сказать. Да, но почему-то со стороны производителей, со стороны тех людей, которые занимаются работой в реальном секторе, идет такая волна того, что волна, не хотел сказать негатива, а святости их дела по сравнению с финансовым сектором. Они занимаются трудом, они что-то производят, они что-то делают, такое большое. Финансовый сектор типа только перераспределяет. Хотя, на самом деле, от того, как перераспределены финансы в экономике, зависит от того, куда вообще будет двигаться страна, и будет где-то правильно платить. Все финансы могут перейти в какой-то один сектор экономики. Знаете, как у Давида Рикардо, это вино и супно. Когда одна страна производит вино, другая – супно, и лучше, чтобы одна страна производила вино, у которого, раз у них получается хорошо вино, другая, у которых получается супно. И так происходит такая оптимизация. Но с другой стороны, может произойти такое, что страна, производящая вино, как-то столкнется с падением цены на вино на 90%, и будет нечего кушать, потому что алифронная вина больше ничего не производит. Про производителей. Извините, что сбивчиво. Мысль вот какая. Что в реальном секторе есть, вообще в экономике, есть циклы, которые работают как механизм. Есть закон цифра, который касается продаж. Я потом расскажу о нем подробнее. Интересный. А есть механизм, на котором строится вопрос о том, как компания зарабатывает деньги в какой-то своей нише. Как происходит цикл развития и падения компании. Вот цикл этот, он одинаковый. Сначала компания заходит на какой-то рынок, и первый этап роста связан с тем, что она, допустим, зашла на ущеряющийся рынок. Скажем, ты занимаешься такси, приехал в город, в котором нет такси, допустим, страна полностью отстает от твоей. У тебя такси есть везде, вся инфраструктура, а у них нет. Ты начинаешь заполонять их, и ты богатеешь, нет того, что такси – это инновация крутая, от того, что у них просто его не было. Ты заработаешь деньги на том, что расширяешься. Потом появляются конкуренты, и маржа падает. И тогда возникает второй этап, когда можно делать себе прибыль и расширяться. Возникает кризис, и 100% производителей, большинство в этом бизнесе смывает. Остается в процентах 15-20. И тогда опять возникает этап, когда можно зарабатывать прибыль. То есть те, кто сверхприбыль, те, которые выжили, они будут вновь зарабатывать сверхприбыль и расширяться. И третий этап, самый классный, самый интересный – это когда ниша погибает. То есть рынок, на котором производитель зарабатывал деньги, он просто исчезает. Например, с такси еще так не произошло, потому что Uber не убрал всех такси-компаний. Еще неизвестно, кто кого выживет. Но хороший пример с кодеком. То есть тогда, когда ты жил, ты развивался, прошел все эти циклы. Сначала ты захватил рынок, заработал денег, потом всех расстолкал локтями, потом в плохие времена выжил. Опять ты молодец. А потом раз, появляются цифровые фотографии, и ты вместо того, чтобы перестроиться, и ты считаешь, что у тебя останется какая-то доля пленочных фотографий. И тебя смывает полностью, потому что произошла инновация, новая технология, которая просто убила всех, просто всех, кто занимался этим, на этом рынке своим делом. И я это рассказывал потому, что большинство производителей, они подвержены этому, подвержены этому риску, но и подвержены своему мышлению. Они, как бы, занимаются каким-то делом, погружаются в рутину своих производственных вопросов и не смотрят на то, как меняется конкуренту рынка вообще. А человечество развивается по такому пути, что технологии, из-за развития технологии отрасли экономики, ниши, они умирают. И, соответственно, производитель, который заработал деньги на расширяющиеся рынки и потом выжил, тоже заработал, в общем, у него есть деньги. Если он не засовывает деньги в другие места, места роста, то он умрет финансово. Конкретно владелец завода, он может остаться богатым человеком, потому что, скажем, завод его умер, но у него есть деньги, которые находятся в какой-то валюте, золоте и каких-то недвижимости, земли, еще чем-то. Но сам завод, само производство, сама отрасль умирает. И большинство производителей не видят связи с собой, между собой и лудитами в 800-х годах. Об этом писал еще Фредерик Бастие в своей книге. Там были лудиты, которые говорили, нахер на вы делаете более эффективное производство, потому что мы, скажем, занимаемся чем-то делаем. На ваше производство, английское, оно убивает всех наших ремесленников. Что мы будем делать, чем нам заниматься? И они были против мануфактуры. На ответ о том, что вы тогда, мы получим пользу из-за того, что товар становится дешевле. Да, вы потеряете работу, но мы все движемся вперед, вы должны будете найти что-то другое. Это встречает жуткое сопротивление. И сейчас, через 150 лет, после тех времен, ничего не изменилось. Человек, который занимается каким-то своим делом, у него какой-то небольшой завод, цех, линия, все равно, что это. Он так и будет. Вот, бум-бум. Работать, заниматься, пожалуйста, вопросом. То, что, скажем, на рынок банально может не то, что прийти какая-то новая инновация, которая убьет всех, что-то такое революционное, просто придет более крупный игрок из, допустим, из Китая, а Российская Федерация упустит. И все. И ничего ты не сделаешь. Вот. Поэтому единственным выходом является то, что человек, который заработал деньги на расширяющиеся рынки, в хорошие времена схватил капитал, является унесение в другие места, которые имеют финансового роста. Понятненько. Спасибо. Спасибо. Гость пишет, вы рассуждаете о производстве, а сами работали в производстве. Мы здесь все спекулянты, а переоспределение финансов происходит только благодаря производству. Ну как? Как это? Это нет. Это переоспределение финансов происходит благодаря спекулянтам. Гость 812. Я не соглашусь. Это товары и услуги благодаря производству. Ну, в основном товары, понятно. А перераспределение это мы. Почему я всегда говорю, ребята, живем только в перераспределении. Напомню слова Карла Маркса, сказанные им в Капитале. «Невежество есть мать промышленности и суеверий». То есть Карл Маркс очень высоко оценивал перераспределение и очень низко производство. Поэтому здесь не соглашусь. Илья, но я хочу продолжить вашу тему. Мы с вами не так давно беседовали в прямом эфире. Люди спрашивали, давайте, может быть, IPO замутим на московской бирже и так далее. Я, кстати говоря, звонил тогда на московскую биржу. Выяснилось, что там надо очень много миллионов, что и так далее. Дорогое удовольствие. Ну, и я говорил, это месяца 4, наверное, назад было. Ребята, сделайте какой-то сектор для малого-среднего бизнеса, чтобы они могли прийти, выпустить хотя бы облигации свои. Вот. Ну, как-то поддерживали мы эту тему, обсуждали, обсуждали. И для вас и для всех, кто в бизнесе, кто малый и средний бизнес, хочу сейчас показать некоторые результаты этого труда. Биржа, кстати, эту идею подхватила и активно обсуждала и так далее. То есть, дальше уже пошел процесс без нас. Сегодняшняя новость. Значит, московская биржа создает сектор для компаний малого и среднего бизнеса. В нее могут быть включены ценные бумаги ментентов со сроком существования не менее одного года. Это нормальный срок для малого бизнеса. И с выручкой, не превышающей за последний год 10 миллиардов рублей. То есть, если она у нас там 10 миллионов рублей, это нормально. Это же не больше 10 миллиардов. Вот. Ну, понятно, что это могут акции здесь быть. Но в основном идея, конечно, под облигацией привлечения финансирования. Вот. И если вы посмотрите, если вы... Ну, биржа тоже схитрила. Она нажала... Если вы нажмете вот сюда на новую редакцию листинга, которая вступает в СИУС 24-го, то вы получите вот такое окно. Пока пустое. Но, друзья, мы как люди у источника, естественно, если вы зайдете на страничку Витроид ТВ, то есть ссылочка «Новые правила листинга московской биржи» над экраном, да, и вы получаете эти новые правила, подписанные 26-го июня Алексеем Леонидовичем Кудриным и так далее. И здесь вы там в конце находите сектор роста и всю информацию об этом. Я, кстати, даю в чате для всех, все, у кого малые бизнесы, пожалуйста, посмотрите. Ну, а вам хочу еще раз озвучить эту же идею. На мой взгляд, вот, выход на рынок капитала исключительно важен для таких компаний, как ваше, для Финстритта. Приглашаю вас скачать с сайта Витрэйд ТВ «Новые правила», посмотреть раздел сектора роста и, может быть, что-то интересное вы для себя там увидите, чем я со своей стороны могу помочь, подсобить, подсказать, может быть, встречу на московской бирже, организовать я с удовольствием. Это не только предложение Ильи, а для всех вас. Если кто-то из вас что-то интересное увидит, то, так сказать, с моей стороны, чем я могу подсказать, помочь, я всегда рад, потому что на моей памяти московская биржа вообще впервые, впервые сделала такой сектор роста, в котором действительно реально малое предприятие со сроком существования один год. Это очень малый срок. Обычно раньше трех-пяти лет на биржах даже не разговаривайте. Это здорово, это какое-то определенное движение вперед, поэтому всех предлагаю внимательно на это посмотреть. так что это к вопросу о росте. Может быть, и нас допустят к деньгам? Посмотрим. Хорошая инициатива. Надеюсь, они делают правила более либеральными. Я так понимаю, тренд идет на это. Хорошо. Тут гости 812. Вот он спросил, что я так обсуждаю о производстве. У меня в команде работают люди, которые в 90-е годы и в 2000-е имели несколько бизнесов. Моя семья очень плотно занимается строительным бизнесом, причем с разного уровня, начиная с строительной техникой и заканчивая постройкой домов. Я, конечно же, в 90-е годы не мог открывать много бизнесов, зато я опираюсь на опыт своих старших товарищей, которые находятся в моей команде, которые открывали и работали. Кроме того, это видно, если вы исследуете вопрос, то вы увидите цикл, связанный с строительством. Не обязательно работать на Воронежском мехзаводе, чтобы вот это узнать. Понятно. И может быть ГОС-812 не совсем нас поняла. Мы ни в коем случае не относимся с неуважением к производству или к сервису. Ни в коем случае. Просто если речь идет о заработке, лезть в производство не стоит. И 150 лет назад не стоило. И сейчас. Посмотрите на топ-10 миллиардеров мира. Там нет ни одного производственника. Там софты, там розница и мобильная связь. Там нет производства ни одного. Понимаете? Вот в чем проблема-то. Это знаете, я бы перефразировал слова Карла Мауса так. Если хотите жить, то нужно работать. А если хотите жить хорошо, нужно придумать что-нибудь другое. Поэтому тут поймите, когда все говорят, производство это очень ограниченная доходность, а распределение это гораздо высокий уровень доходности, это так на самом деле. И мы-то с вами находимся на рынке распределение и перераспределение от богатых к умным. За счет своего интеллекта мы хотим взять пограбить немножко богатых котов. Мы все свои здесь, поэтому чего, чтобы в словах стесняться. Вот и все. И еще раз напомню, экономика это отношение между людьми по поводу производства и распределения товаров и услуг. Поэтому наше место в этой системе распределения товаров и услуг должно быть хорошим. Иначе в чем смысл? Давайте сейчас все пойдем на заводы, будем работать за 15 тысяч рублей. Думаю, что мало кому это понравится. А других условий никогда и не было бы, понимаете. Ну, производство это очень такая тяжелая, тяжелая сфера. Ну, кому я говорю, Илья Гадаскин это прекрасно знает через своих коллег по бизнесу. Илья, спасибо вам большое, что подняли эту тему, это очень интересно. Да, она немного философская, и некоторые наши спикеры, вернее, некоторые наши зрители когда говорят, Игорь, что вот мы философствуем, пусть бы вышел Илья или там другой спикер, кому эта претензия предъявляется, сказал бы, что покупать, что продавать, а вот философское отношение мы сами типа придумаем. Нет, друзья, если уже есть какой-то взгляд у человека, и он его излагает, я, с удовольствием это слушаю, и у каждого из вас чему-то учусь, потому что у каждого свой жизненный опыт, что-то ценное. А философия, это может быть вообще основа основ, как вы смотрите на жизнь. Вот допустим, философия, куда идти, в производство или в распределение. Я всем говорю, забудьте производство, идите в распределение. У Ильи немножко другая, у него более мягкая позиция. У ГОСТа 812, третья позиция. И вот здесь вот найти наиболее оптимальный для вас путь, это самое главное. Потому что, если вы, понимаете, рождены быть финансистом, а вы пошли работать поваром, вы через 50 лет осознаете свою ошибку, но будет уже поздно, коллеги, время штука неумолимая. Поэтому я, например, всегда с огромным удовольствием смотрю такие философские темы и советую вам тоже, чтобы определить свой жизненный путь. А это делать никогда не поздно, ни в каком возрасте. Это я вас уверяю. Илья, спасибо вам огромное за поднятую тему. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Большое спасибо всем за внимание. Удачных торгов. Всего доброго. Хороших выходных. Спасибо. Мы встречаемся в понедельник в 17.00 в эфире и удачи Троид ТВ. До встречи. До понедельника. До свидания. До свидания. До свидания.